Трехэтапный общенациональный план восстановления экономики России стартует 1 июля. Цена около 5 триллионов рублей. По словам Алексея Кудрина, недавно к нему добавили еще 430 миллиардов рублей. Не уйдут ли эти огромные деньги в песок, станет ясно, когда план начнут воплощать в жизни. До сих пор мы жили, живем и возможно еще лет 30, пока по расчетам счетной палаты в стране не закончится нет, будем жить за счет газовой нефтяной трубы. Тем временем Росстат еще до пандемии опубликовал статистику, основанную на новой методике расчета темпов роста национальной экономики. За базовую точку отсчета взяли 2018 год. Из документа следует, что доля обрабатывающей промышленности в минувшем десятилетии сократилась с 53,2 до 50,7%. Внутреннее энергопотребление упало с 10,2 до 8,7%. А вот вес сырьевого сектора на этом фоне вырос по всей экономике. Добыча нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в валовом внутреннем продукте достигла абсолютного рекорда за все время введения либеральной статистики. 13,8%. Как тут не вспомнить большую перемену. Эпизод, когда герой Евгения Леонова учит историю в вечерней школе. До середины 19 века Россия была аграрной страной. Аграрной. Мы возвращаемся в дореволюционную Россию. Сырьевая зависимость усиливается. Из-за страны за рубеж утекают природные ресурсы. А в стране уже 30 лет не строятся новые отечественные промышленные предприятия, которые в СССР называли гигантами индустриализации. Те, кто занимаются в России производством, вынуждены делать это не благодаря, а вопреки всему. Расти таким предприятиям трудно, но, как показывает практика, все-таки удается. Как? Разбираемся. Предприятие полного цикла – компания «Пегасагра Самарская область». Здесь выпускают самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «Туман». Машины предназначены для внесения минеральных удобрений и химической обработки пассивных площадей. Созданные российскими инженерами с нуля, с использованием авиационных технологий, «Туманы» пользуются устойчивым спросом у аграриев, поскольку в разы дешевле зарубежных аналогов, проще и надежнее в эксплуатации. В этом сегменте среди российских производителей сельскохозяйственной техники «Пегасагра» занимает лидирующие позиции. Впервые об этом предприятии, которое основали выпускники Самарского аэрокосмического университета, мы рассказали три года назад бессменный руководитель предприятия «Женщина». Генеральный директор Светлана Линия. Здравствуйте. Мы с вами минувший раз виделись года три тому назад. Здравствуйте. Достаточно давно. Какие новые модели запустили опрыскиватели? Какое новое оборудование закупили? На какие рынки выходите? Как развиваетесь? У нас все достаточно неплохо. В прошлом году вывели новую машину «Туман-3». В конце прошлого года она у нас поехала на выставку в «Ганновер», потому что этот продукт уже такой экспортный. А все-таки наша тяга ко всему тому, что летает. Она, видимо, неистребима в нас. Машина получилась красивая, она нравится рынку. В прошлом году мы выпустили первые 10 штук. Пробная партия экспериментальная. Машина вызвала интерес. И в этом году у нас первая сделка международная, скажем так, с дальним зарубежным состоялась. Машина, как ни странно, уехала в Монголию. Вот так. Проект для нас был достаточно интересный, потому что мы впервые занялись такой темой, как промышленный дизайн. Мы работали со студией Артемия Лебедева. Разные варианты рассматривали итальянских партнеров и так далее. Но вот все-таки решили, что нет, это должен быть наш отечественный продукт. Это принципиальная позиция? Вы работаете с отечественными производителями? Это такая религия, да? Ну, вы знаете как? Ну, мы же сами отечественные. Машину-то придумали мы с нуля сами новую. То есть такой машины нигде в мире нет. Все, что возможно, мы берем российское. Ну и в принципе, мы в хорошем смысле патриоты. И если у нас есть хороший качественный продукт, почему мы будем покупать его где-то? Сколько вам приходится использовать импортных комплектующих все-таки? Сразу скажу, здесь мы японский двигатель, мы поставили на нее. Ну, итальянская гидравлика. А так в целом мы нашли по пластику, по панелям. Решения все они российские наши. Да, я думаю, что примерно на том же уровне, что и Туман-2 локализация. Достаточно высокая, наверное, в районе 60-70% где-то вот так. Один из секретов успеха Туманов – это, конечно, цена продукта. А она остается постоянной и рублевой. Да, такое возможно при 60-70% комплектующих, сделанных в России. Кризис вообще выигрыша оказывается те, кто сумел собрать вокруг себя пул отечественных поставщиков-комплектующих. Без громких слов, вот так на самом деле выглядит национальная экономическая безопасность. И результаты такой стратегии не заставляют себя ждать. У нас, вы знаете, если сравнивать аналогичный период прошлого года, где-то на 40-42% увеличился объем продаж. – 42%? – Да, да. То есть, в общем-то, сезон для нас хороший. Несмотря на сопутствующие обстоятельства. Сезон хороший, да. 42% – это хороший рост. У нас, мы в среднем где-то вышли на показатель последние 2-3 года, порядка 15% у нас рост был. У нас был бурный такой прирост в 2014 году, мне кажется, да, когда мы тоже дали, что там порядка 40%. Потом спокойно, так вот, 15-20% – это как-то вот мы считали в пределах нормы. В этом году вот опять, может, 40% приросли. Я думаю, я не вижу причин, почему не сохранить эту цифру прекрасную до конца года. В 2018-м предприятие выпускало 350 машин, в 2019-м вышли на уровень 550, в 2020-м планируют сделать около 1000 туманов. В рамках межправительственного соглашения России и Японии подписан меморандум о повышении производительности российских предприятий при поддержке японских специалистов. «Пегас Агро» вошел в список 12 заводов, отобранных по этой программе. Сотрудники повышают квалификацию на «Тойоте». На предприятии действует система «Кайдзен». Это постоянное улучшение продукта. В СССР это называлось системой контроля качества. А наши рынки какие новые осваиваете? Наши рынки… Да практически мы же здесь присутствуем во всех регионах уже достаточно давно и плотно. И я хочу сказать, что и новая машина и нашему рынку понравилась. То есть мы планировали в этом году 50 штук партию, мы ее увеличили уже на 15 единиц. И в общем-то, наверное, могли бы сделать и больше, и рынок готов ее покупать. Но ограничены мы тем, что ряд комплектующих мы не можем сейчас в связи с ситуацией с пандемией получить вовремя. Вот. А она у нас все-таки к сезону привязана. Если в стране нет планирования и все отдано на откуп рынку, рассчитать, сколько туманов нужно российскому селу, довольно трудно. В стране 40 миллионов гектаров пашни и сколько из них обрабатывается импортной техникой, точно не знает никто. Зато есть цифры, по которым можно судить об экономической эффективности туманов. На сайте PegasAgro пишут отзывы потребителей. Вот Александр Планин из Татарстана рассказывает, увидел эту машину на полях кооператива Кузангаевский. Наши зрители хорошо знают это хозяйство, которое развивается вместе с народным предприятием «Сорхоз Звениговский» и купил. Обрабатывал 5500 гектаров зерновых и 900 на подкормке. Раньше работало 15 человек, сейчас 4 человека. За сутки обрабатывали по 600 гектаров, за два сезона обработали 45 тысяч гектаров, рассказывает бригадир бригады химобработки Туганов из Самарской области. Аришат Музиров из Оренбургской области пишет, на опрыскивателе туман обработали 13 тысяч гектаров яровых и озимых. Марат Кунагбаев из кооператива Новоренбургский подтверждает, делали в среднем по 15 тысяч гектаров в год на химической прополке и на парах. Нареканий нет. Нас, наверное, нельзя назвать типичным в этом смысле предприятием. У нас достаточно узкий нишевой продукт. И я думаю, что это связано, может быть, еще с тем, что наша ниша, она еще не насыщена, на мой взгляд. То есть еще емкость достаточно высокая у рынка. И техника, которая производится в этом сегменте, импортная, в нашем сегменте, она очень дорогая, существенно дороже тех машин, которые мы производим. Вот это все нам помогает достаточно, ну, как бы, обеспечивает нас высоким спросом со стороны клиента. То есть не будем забывать, что мы машину улучшаем ежегодно, постоянно у нас очень качественно работает КБ и завод, да. То есть, соответственно, продукт нравится нашим пользователям, и мы пока вот не ощущаем на себе никаких таких негативных тенденций, несмотря на то, что конкуренция достаточно высокая в сегменте. Я правильно понимаю, что, в общем, по большому счету, вы кризис на себе не почувствовали, о котором так много говорится? Да, вы правильно понимаете. И более того, здесь вот ситуация с ослаблением рубля, она нам всегда, как ни странно, идет на руку, потому что импортная техника дорожает, наша остается в своей вот ценовой категории, становится еще более интересно рынку, особенно с учетом вот программы 1432, да, то есть, ну, как бы, в 2,5-3 раза цена отличается, это уже, как бы, очень существенно даже для крупных хокзин, которые, кстати, на сегодняшний день являются очень активными покупателями нашей машины, и что самое приятное, они возвращаются, то есть, нет такого, что купили год, попробовали, исчезли, то есть, нет, возвращаются к нам, приобретают еще и еще, это прям вот такая тенденция, она нас очень радует. Туман третий, дальше, что-то уже в разработках есть, готовите что-то, какие-то принципиально новые машины? Ну, конечно, мы там планируем, это у МАМ-4, есть у нас идеи, ведутся разработки, это как бы уже замысл, который обретает реальные под собой, реальные там расчеты, реальные практические какие-то чертежи, и, ну, скажем так, вот-вот-вот уже стадия, когда можно будет перейти к изготовлению, собственно, экспериментальной модели. И пару слов о социальной политике вашего предприятия. У вас сколько сейчас рабочих мест? У нас сейчас 260 человек работает. А количество рабочих мест увеличилось за последнее время? Да, увеличилось за последний год, по-моему, порядка 30 человек, 30-40 человек, наверное, у нас вот прибыло. У нас средняя зарплата, я вот посмотрела в цифрах, она где-то на 37% выше, чем по области. Найти сложно специалистов, но это традиционная, стандартная проблема везде. Мы учим, учим сами, у нас достаточно такая серьезная своя система обучения специалистов. Причем учим специалистов всех, от простых рабочих до высшего звена. И если с высшим звеном очень шикарный сейчас проект Федеральный центр компетенции ведет в рамках национального проекта по повышению производительности труда и поддержки занятости, мы порядка 15 всех своих топов, руководители и сами тоже отучились в Москве. У них шикарные программы абсолютно. Практически, наверное, полгода где-то это занимает по времени, с выездными сессиями и так далее. Мы ездили, учились, и это прям такой очень толчок дал. И понимание, хоть смещение мыслей у руководителей. И, наверное, основной из ключевых моментов – это то, что нас научили все-таки слышать друг друга и работать в одном информационном поле. Вот. А своих, если говорить о рабочих, то в основном мы все-таки учим сами. У нас разработана программа и обучение идет ежедневно. То есть фактически каждый день 5-7 минут, но неважно, чему-то новому мы учим людей. И у нас своя система квалификационная, повышение квалификации. Спасибо вам большое за то, что согласились рассказать о своих успехах. Всего за несколько лет «Пегас Агро» вышел из рамок среднего бизнеса, и сейчас это уже крупный промышленный проект. Потрясающую цифру роста, больше 40%, предприятию обеспечили простые и понятные принципы – самостоятельная разработка продукта, адаптированного под условия и потребности страны, к которой мы живем, ставка на кооперацию с отечественными производителями и использование передовых зарубежных технологий и оборудования. А самое главное – это постоянное самосовершенствование. Дорогущий трехэтапный план восстановления национальной экономики построен на изменении структуры федерального бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса и снижение регуляторной нагрузки на предприятия. Все это мы слышим уже много лет подряд, но ощутимых изменений в своем кармане от того, что слышим, мы не замечаем. А они возможны только при радикальной смене курса от нефтегазовой трубы к промышленным предприятиям, сельскохозяйственным кооперативам и фабрикам. Как менять? Для начала просто посмотрите, как работают в Пегас Аграх и растиражируйте опыт по всей стране. Люди спасибо скажут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин